Пять уровней искусственного интеллекта по Сэму Альтману. Первый ИИ-агент, способный управлять вашим компьютером. Невероятные новости от Boston Dynamics, которые изменят сферу гуманоидных роботов. Обновление робота Tesla Optimus и исследование SpaceX. Может ли ракета попасть в акулу? Это, а также новые роботы и другие самые интересные новости высоких технологий в одном видео. Поехали! Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман недавно поделился своим видением пяти уровней искусственного интеллекта. Первый – это чат-боты типа GPT, к которым мы уже привыкли. Второй – рассуждающий искусственный интеллект, к которым, по словам Альтмана, относится последняя модель O1 от OpenAI. Третий уровень – это ИИ-агенты, которым люди смогут доверять выполнять отдельные задачи полностью самостоятельно. Ему не надо объяснять, как и что делать, он сам выберет оптимальный путь и примет все необходимые решения. Например, сможет заказать авиабилеты по лучшей цене и оплатить их вашей кредитной картой, заполнив все формы. Четвертый уровень ИИ по Альтману – новаторы, способные создавать знания. А пятый – полноценные сущности, работающие практически без человеческого участия. Еще несколько лет назад это могло бы показаться нереальным, но сейчас все кажется неизбежным. И в подтверждение этому компания Anthropic выпустила свою бета-версию полноценного ИИ-агента, способного управлять компьютером так, как это делает человек. Модель анализирует скриншот экрана, принимает решения о необходимых действиях и перемещает курсор. ИИ может не просто найти информацию, но и записать ее в ваш календарь, ответить на письмо, заполнить на сайте вашу налоговую декларацию и так далее. Забавно, что время от времени модели становится скучно, и она уходит бороздить просторы сети, например, начиная листать живописные фото вместо того, чтобы продолжать выполнять поставленную задачу. Этой издержке ранней версии ИИ он еще не совершенен. Это отражается и на скорости, и в том, что пока агент не умеет перетаскивать объекты мышкой. Но причина того, что новинка не поступила в открытый доступ, в другом. А именно в безопасности. Пока разработчики не убедятся, что модель защищена от взлома, работать с ней сможет только ограниченный круг исследователей. В то же время Anthropic стоит поспешить с новым ИИ-агентом, так как компания, вероятно, впервые обошла в чем-то OpenAI. При этом ходят слухи, что у Сэма Альтмана тоже есть ИИ-агенты в разработке, и в борьбе за рынок, вероятно, он их скоро представит. В итоге, через 5-10 лет мы уже не будем садиться за свои компьютеры ради работы. Всю рутину будет выполнять ИИ. А еще искусственный интеллект может серьезно помочь в монтаже видео, даже если вы в этом деле новичок. Например, Wondershare Filmora. Это популярное программное обеспечение с интуитивно понятным интерфейсом и множеством ИИ-функций. С одной стороны оно простое, а с другой к нему есть огромная библиотека эффектов, благодаря которым можно не ограничивать свою фантазию при монтаже. Например, ИИ-помощник Копилот, который помогает автоматизировать основные процессы монтажа, делая их проще и быстрее. И это только начало. Благодаря ИИ для удаления объектов вы можете легко выбирать любые объекты или области в кадре и удалять их одним нажатием. Технология динамического отслеживания и генеративного заполнения сделает ваш контент безупречным. Никакого лишнего элемента на фоне, только идеальный чистый кадр. А еще можно превращать текст в динамичные визуальные истории. И, конечно, каждый, кто хоть раз монтировал видео для Ютуба или на другие площадки, знает, как сложно подобрать подходящую и интересную музыку для видеоряда. В Wondershare Filmora есть решение и этой проблемы. Это ИИ-генератор музыки. Просто выберите настроение или стиль, и система предложит готовую музыку, которая идеально дополнит ваше видео. Есть и другие классные фишки. Клонирование голоса, перевод на другие языки, конвертация аудио в текст. Есть здесь и классика. То, что просто необходимо для серьезного монтажа. Например, такие классические функции, как изменение скорости, работа с ключевыми кадрами, хромакей, отслеживание движения и динамические субтитры. Благодаря этим инструментам каждый ваш проект будет доведен до совершенства. Хотите узнать больше? Переходите по ссылке в описании видео и пробуйте монтаж с ИИ-помощниками от Wondershare Filmora. Идем дальше. Tesla выпустила новое видео робота Optimus, где можно увидеть ряд улучшений. Странно, что хотя группа роботов развлекала посетителей на недавнем мероприятии компании, там ни слова не было сказано о прогрессе Tesla Bot. Кстати, все анонсы с презентацией робот-акси Илона Маска можно посмотреть в видео по ссылке в подсказке. Вернемся к роботу Optimus. Новое видео дает нам более полное понимание того, как развивается робот. Во-первых, походка стала более плавной, а также добавилась опция подъема и спуска по лестнице. Во-вторых, похоже, робот научился самостоятельно исследовать новые пространства, строить карту и планировать маршрут, опираясь только на визуальные данные. В-третьих, мы видим перенос более тяжелых предметов, а также то, что робот может сам найти свою зарядку, когда его батарея заканчивается. А еще Optimus научился реагировать и взаимодействовать с людьми через голос и жесты. Да, это не так впечатляюще, как акробатика, танцы и прыжки в длину робота-гуманоида G1 от Uni3, но у этих роботов и цели совершенно разные. Optimus призван приносить пользу на заводе, а G1 служить подопытной мышкой для исследователей. Ну что, ждали новости от Boston Dynamics о новом роботе Atlas? Вот они. Чтобы сделать робота полезным, производитель самых динамичных и крутых роботов в мире объединяется с Toyota Research Institute. Зачем? Чтобы сделать нового робота Atlas не просто акробатом, а реально умным и полезным, то есть машиной, которая будет понимать, как действовать в окружающем мире без подсказки человека. И в этом направлении инженеры Toyota уже проводят огромную работу. Уже несколько лет они разрабатывают Large Behavior Model – большую модель поведения. Это аналог большой языковой модели только для роботов. Если большая языковая модель позволяет ChatGPT игрок из миллионов слов и предложений формировать новый текст, то LBM позволит роботам из множества данных от обучения и моделирования формировать последовательность действий в данном месте с данными предметами. Это задача невероятной сложности, и хотя в исследовательском институте Toyota смогли за короткое время обучить роботов готовить некоторые блюда, это всё равно не тот уровень. Ведь тогда в исследованиях принимали участие только манипуляторы, то есть роборуки. Здесь же придётся работать со всем телом робота. Более того, если набор движений в роборуках TRI примерно соответствовал возможностям людей-операторов, то фишкой Atlas является как раз то, что его суставы поворачиваются на 360 градусов, а значит принципы движения должны быть другие. Конечно, методика инженеров Toyota не ограничивается данными от операторов. Команда TRI создала систему, которая позволяет управлять роботизированными руками через виртуальные очки и тактильные перчатки, чтобы видеть и чувствовать то, что чувствует робот. Пилоты выполняли задачи, исправляя ошибки и фиксируя результаты. Затем роботы запускали множество симуляций, чтобы улучшить свои навыки, учитывая разные условия задачи и необходимые результаты. Теперь у исследователей не просто роборуки, а один из самых продвинутых роботов в мире, по крайней мере мы на это надеемся. Ведь фактически мы мало знаем о новом атласе, очевидно, что он не так быстр и силён, как его гидравлический предок. Но репутация Boston Dynamics заставляет верить в его совершенство. И несмотря на всю сложность задачи, мы верим, что эта команда сможет наконец-то произвести революцию в развитии технологий универсальных гуманоидных роботов. А что думаете вы? Китайская компания Robot Era решила, что Великая Китайская Стена недостаточна испытания для роботов и отправила их на марафон в пустыню Гоби. Причём одному железному другу выдали кроссовки, а второго просто отправили босиком. Это новая модель робота, которая получила название Star One. И хотя его походка выглядит смешно, похоже, она работает и помогает роботу сохранять равновесие. Интересный факт, робот в кроссах стартовал позже, но смог догнать своего босового соперника, а затем и обогнал его. Максимальная скорость чемпиона при этом составляла 3,6 метра в секунду. По словам разработчиков, роботы способны мгновенно обрабатывать информацию об окружающем мире и приспосабливаться к нему. Они умеют ходить, бегать и прыгать, причём как по дороге, так и по песку или высокой траве. Интересно, что инженеры робот Эра заявляют и об интеллектуальных способностях роботов. Якобы Star One способны усваивать новые навыки благодаря ИИ. Этому поверим, когда увидим что-то кроме забавного бега. Роботы становятся всё более универсальными. Например, инженеры Map Robotics сделали своего четвероногого робота Honey Badger водонепроницаемым, чтобы он мог следовать за вами и по суше, и по дну реки, если понадобится. Если серьёзно, то робот предназначен в первую очередь для инспекции труб, подземных туннелей и других подобных мест. Поэтому он не только водонепроницаем, но и умеет справляться с высокой травой и гравием. Робот высотой 50 см и весом 12 кг оснащён лидаром, тепловизором и камерой RGB. Дополнительно на него можно навесить оборудование весом до 2 кг. Китайская компания Lamex Dynamics представила нового динамичного робота Tron One. Это миниатюрная копия шагохода AT-ST из «Звёздных войн. Возвращение джедая», готовая штурмовать любую местность прямо из коробки. Купить его можно за довольно скромный по меркам роботов 15 тысяч долларов. Tron One предназначен для исследователей. Умеет бегать по любой местности сразу на трёх видах ног. Самые простые – с шарообразными наконечниками, затем идут стопы, более похожие на человеческие, и, наконец, колёса. На первых, робот быстрее всего бегает по лесу, вторые идеально подходят для исследований в области передвижения гуманоидов, а колёса показывают класс на ровной дороге, но могут и зашагивать на препятствия. Высота у робота 85 см, вес 20 кг. И на одном заряде он должен бегать для вас около 2 часов. От робота Animal теперь не убежать, не скрыться. Ранее робот уже освоил ходьбу под водой, быструю езду на колёсах, зашагивание на колёсах на ступеньке, вызов лифта, стоя на двух ногах. Теперь он научился и взбираться по открытым лестницам и стремянкам. И делают в 232 раза быстрее, чем любые другие четвероногие и гуманоидные роботы. Разработчики точно подсчитали. Чтобы всё получилось, инженеры придумали новую конструкцию, она помогает роботу как опираться на перекладины лестницы, так и подтягиваться на них. Но самих ног мало, надо ещё, чтобы робот понимал, что с такими ногами делать. Для этого инженера из ETH Цюрих разработали новую политику обучения. Если коротко, они создали систему из виртуального учителя и ученика. Учитель знал все исходные данные, такие как угол наклона лестницы и расстояние между перекладинами. А ученик наблюдал и пытался повторить, опираясь лишь на информацию от собственных сенсоров. Затем знания от виртуального ученика загрузили в реального робота. Разработчики заявляют о 90% успеха в испытаниях. Так что пока Илон Маск ограничивает скорость своего робота, чтобы мы могли от него убежать, инженеры Цюриха делают всё, чтобы Animal нас точно достал. Китайская компания Ubitec представила нового робота Walker S1, и он уже работает на заводе BYD. Гуманоидный робот ростом 172 см и весом 76 кг носит коробки, затягивает винты, собирает и сортирует детали. И сейчас он учится делать это быстрее и лучше людей. Дело в том, что в Китае уже сегодня наблюдается огромный дефицит рабочей силы. Особенно не хватает инженеров и квалифицированных рабочих. Если ряды инженеров ежегодно пополняются выпускниками вузов, число которых ежегодно бьёт рекорды, то в рабочие молодые люди идти не спешат. Итого, в развивающиеся бешенными темпами автопромышленности стране уже автоматизировано 70% операций благодаря промышленным роботам. Разработчики из Ubitec прикинули, что 20% из оставшихся 30% можно вполне автоматизировать с помощью гуманоидных роботов и лишь 10% оставить людям. В основном это будет управление и контроль. Новый Walker S1 призван решить именно эту задачу. Помимо BYD, компания также сотрудничает с Dongfan Motor, совместным предприятием For Volkswagen и Geely. Также известно, что компания уже получила заказ на 500 роботов от других заводов автопроизводителей. Вот такие новости из Поднебесной. Илон Маск поделился самыми абсурдными требованиями регулирующих органов, которые задерживают испытания его проекта мечты звездолёта Starship. Вы даже не представляете, какие отчёты требуют от SpaceX. Например, компании пришлось проводить исследования на тему, может ли ракета при падении попасть акулу в океане. При этом на просьбу SpaceX предоставить данные по акулам исследователи получили отказ. Так как данные вроде как есть, но сами регулирующие органы им не доверяют. Когда же команде Маску удалось разобраться и с акулами, им пришёл новый запрос, что если ракета упадёт под воду и взорвётся, киты получат повреждение слуха. По словам самого Илона, вероятность того, что его ракета попадёт в акулу или кита, безусловно, есть, и этой акуле или киту не повезёт. Но вероятность такого попадания крайне мала. Затем Маск отметил, что решить подобные проблемы можно, если ракета под водой будет превращаться в подводную лодку. Это был бы невероятный подвиг с точки зрения физики, но мы на него не способны, добавил предприниматель. Кстати, SpaceX не впервые сталкивается с таким уровнем бюрократической сложности. По сути, компания постоянно занимается исследованиями, как тот или иной аспект запуска влияет на птиц, рептилий, рыб и так далее и тому подобное. Но, несмотря ни на что, проект развивается. Теперь понятно, почему столь медленно. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк видео, не пропускайте новые выпуски из мира высоких технологий.